Видеозапись очередной расправы распространила группировка «Исламское государство». На этот раз террористы утверждают, что казнили израильского шпиона. Стоявший за спиной жертвы боевик напомнил, что им уже довелось убивать евреев во Франции. После этого бородатый мужчина указал на подростка лет 12, назвав его «молодым львом халифата», и тот приставил в голове жертве пистолет. Подробнее Кристина Мамиканян. Очередная серия кровавого боевика исламского производства. Зрителя с каждым разом шокирует все больше. Массовые обезглавливания, сожжение. И вот новый драматический ход. Оружие дали в руки ребенку. Выстрел в голову, и боевое крещение принято. Угрюмое лицо мальчика оживляется. Юный палач возносит славу Аллаху. Убитый еще недавно сам состоял в рядах террористов. Но военную форму быстро сменила оранжевая роба, осужденного на смерть. 19-летнего палестинца обвинили в связях с Массадом. На видео он сам признается в шпионаже. У меня был сосед еврей. Однажды он предложил мне работать на израильскую разведку. За выполнение задания мне платили 5000 шекелей или даже больше. Тель-Авив эту информацию отрицает. Официальной реакции на казнь заложников пока не последовало. Власти страны лишь заявили. По их подсчетам, несколько десятков израильских арабов примкнули к террористам. Что привлекает молодых людей, хорошо знают в семье. Он отрастил бороду, обзавелся автоматом Калашникова, пистолетом и ножами. Когда сын выходил с нами на связь, он говорил, что ему обещали красивую жизнь. Женщин, деньги, виллы и машины. Но ничего не дали. Он хотел вернуться домой. С дезертирами у террористов разговор короткий. Тех, кто передумал воевать, убивают. В недавней перестрелке с бывшими соратниками погибли пять иностранных наемников. Четверо из них – выходцы из Европы. Схема вербовки проста и отлажена. Будущих бойцов находят в интернете. Аккаунты группировки в крупнейших соцсетях заблокировали, но исламисты быстро придумали выход. Создали собственный, аналогичный ресурс. В Великобритании сейчас идет разбирательство по делу о бегстве в Сирию трех школьниц. Полиция королевства знала об их увлечении экстремизмом. Вот только сделать ничего не смогла. Данный случай продемонстрировал слабость нашей системы. Однако я хочу подчеркнуть, что ответственность несут не только власти, но и родители школы социальные работники. Мы должны сплотиться и защитить несовершеннолетних. В первую очередь от них самих. Ведь такими действиями дети ставят под удар и свою безопасность, и национальные интересы страны. В прошлом году 20 британских семей заявили о пропаже своих дочерей. Скорее всего, девочки отправились к террористам. Их примеру последовали два австралийских школьника. Подростков успели задержать в аэропорту. Однако армия молодых львов-халифата, как называют несовершеннолетних бойцов, продолжает функционировать. Сколько всего детей в настоящий момент осваивают искусство убивать в Сирии и Ираке, неизвестно. Только в городе Рака действует шесть лагерей, где будущих солдат натаскивают на пленных. Кристина Мамиконян, Кирилл Парменов, ТВ-Центр.